всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня мы конечно же разберем текущую ситуацию на рынке ну что можно сказать во первых большой респект товарищу карлу с канала the moon которого я перевожу на русский язык если вы знаете с канала the moon.ru обязательно кстати подпишитесь на который если вы еще не очень интересную вещь он отметил и я сделал пост даже перепостил его в telegram крипто комманс на который тоже обязательно подпишитесь собственно он отметил такую вещь что по фибоначчи если натянуть с предыдущего локального лоу до с 29 тысяч до локального хай 68 чем-то то мы сейчас пришли точно в золотой карман 61.8 по фибоначчи то есть этот прокол на 40 сколько там 4000 по битку до чуть ниже 42 тысячи это был 61.8-65 то есть уровень золотого кармана от которого статистически чаще всего цена отскакивает давайте с вами сами в этом убедимся от этого лоу до вот этого хай натягиваем сетку и видим что да все таки мы чуть ниже кольнули но на самом деле да мы кольнули плюс-минус в этот уровень и статистически чаще всего он отрабатывает как разворотный то есть как минимум даже если вы верите в продолжение медвежьего рынка как минимум сильный отскок куда-то до 0.5 или до 0.38 уровня на балансе вероятности может быть даже до 23 и потом только вниз если вы рассматриваете вариант вниз но есть также вариант и наверх ребята по этим этажам и собственно полетели потому что вы же понимаете что ликвиднуло сейчас очень многих и вроде как ракета стала пустая то есть есть на чем лететь и смотрите в целом у нас есть вот такая восходящая поддержка которую опять же с очень высокой долей вероятности мы должны вернуться на ретест хотя бы как сопротивление а это будет в районе 54 тысяч если пройдет еще некое время до того как мы туда поднимемся ну или даже в районе 52 с половиной трех если мы это сделаем прямо сейчас потом опять же правильно карл говорит у нас здесь не закрытый гэп на 7 то есть сейчас с высокой долей вероятности мы пойдем отскакивать тем более что рынки открылись как мы видим достаточно позитивно например золото не дипануло ниже и нефть вон показывает зеленую свечку первую причем хайконаж и свечку что конечно хорошо и на 15 минутки мы видим отскок по нефти золото тоже мы видим удерживает uptrend как и серебро то есть пока все выглядит достаточно позитивно apple тоже вот идут наверх акции то есть smp 500 походу тоже все короче отскакивает вопрос в том докуда отскакивает и вы скажете чё нам этот apple что скриптой но важно все равно следить за рынками ребята что как ни крути корреляция присутствует чё скриптой во-первых эфир эфир достаточно побычи смотрится да у нас был вот этот жесткий long squeeze жесткий long squeeze почему обязательно нужно пользоваться стопами если вы торгуете с плечом либо не брать большие плечи либо сидеть на споте вот и тут мы видим что у нас есть в принципе двойное дно пока еще с повышающимся дном то есть это технически вообще бычая разворотная формация так что эфир удерживается вообще лучше всех и эфир к биткоину выглядит вообще абсолютно побычи на макро таймфрейме на каком дневном или даже на недельном эфир к биткоину выглядит очень круто как вы можете видеть что он нацелен наверх и никаких тут признаков пока на разворот даже нету вы можете начертить вот такую экспоненциальную поддержку попробовать натянуть как говорится сову на глобус и понять что дальше будет с эфиром но смотрите да то есть в таком случае даже если эфир к битку может просесть еще очень сильно в моменте например да но потом все равно отскочить вот поэтому смотрите какой расклад в целом в целом расклад следующий на мой взгляд очень сильно протрусили хомяков смотрите опять же общая капитализация рынка сходила всего лишь на ретест предыдущего сопротивления если мерить от тел свечей смотрите этими хвостами тенями мы должны пренебрегать потому что это манипулятивные штуки на крипто рынке если не считать вот эти хвосты то тело вот у нас было здесь на 2 и 2 триллиона и мы сейчас тоже здесь то есть мы вернулись на ретест очень важно удержать этот уровень даже если мы хвостом чуть ниже закроемся отскочить и пойти дальше выше тогда это подтвердит то что мы понимаете долбимся вот этот уровень и идем его пробивать выше собственно конечно же это будет зависеть от общей конъюнктуры рынка еще раз повторяю но в целом мы видим очень сильно восходящий тренд ребята и напоминаю вам что волатильность x10 о которой я вас предупреждал очень еще давно несколько месяцев назад вот она сейчас и происходит да этот был ран не такой гладкий как был вот этот но если вы оглядываетесь в прошлое вы видите что вот это все становится прямой линии там ведь тоже было точно такое же посмотрите в поза прошлом был ранее тоже посмотрите какой был потом это все становилось прямой линии до 2013 2017 и теперь 2021 тире 22 да но многие спекулируют тем что конец года конец сезона должен быть в декабре мы должны под новый год увидеть вершину и все но тогда тем более ребята это еще рано для вершины вот но знаете что конец может быть цикла и на китайский новый год или даже там весной и летом почему нет мы имеем дело с удлиняющимися циклами с уменьшающимися возвратами потом что еще я видел очень интересную тему по биткоину у крипто зомби вчера большой респект товарищу крипто зомби он там показывал на логарифмическом масштабе такую вещь что не буду сейчас короче натягивать все сетки фибоначи но в двух словах он там показывает что мы всегда вот этот уровень короче от которой мы отбиваемся он там показывают такую вещь что вот что мы имеем дело с уменьшающимися возвратами и удлиняющимися циклами и также он показывает такую вещь что после переписывания предыдущего хая мы всегда видели вот такую коррекцию после которой улетали еще выше и вот сейчас у нас тоже после предыдущего хай мы имеем дело с такой коррекции немного удлиненный более похоже на вот эту чем вот эту и после этого по идее должны улетать еще выше но даже в сухом примерном подсчете у нас после вот этой коррекции было примерно 600 процентов, 600 с чем-то, до хая. И потом мы возвращались, если вы обратите внимание, точно в ту же зону, на дне медвежьего рынка, мы возвращались точно в ту же зону, где вот эта проторговка была перед финальным всплеском. Давайте обозначим ее вот так, чтобы видеть, где дно медвежьего рынка. То же самое здесь, посмотрите. Тоже мы возвращались на дне медвежьего рынка в ту же зону. То есть мы сейчас говорим про статистику, чисто статистически. При этом уже уменьшающиеся возвраты с этого места до пика у нас было уже 400 процентов. Ну на самом деле даже меньше, чуть-чуть. Я сейчас неправильно меряю. Ну короче 400 процентов. Плюс-минус, да? Вот. Соответственно, если мы верим в теорию уменьшающихся возвратов, то сейчас, оттуда, где мы сейчас, вот даже с серединки этой зоны, хотя бы 200 процентов, ребята, 200 процентов, это приведет нас в пик по биткоину приблизительно в 150 тысяч долларов. 150-200 тысяч долларов, давайте так. И соответственно, дно следующего медвежьего рынка может быть у нас как раз в районе 49-50 тысяч долларов. Ну 40-50 тысяч долларов, давайте так, можно чуть ниже поставить. И я хочу вам сказать, ребята, что это консервативная аналитика, основанная на статистике с учетом уменьшения возвратов. Еще раз вам говорю, ребята, что в бычьем сценарии с учетом уменьшения возвратов, основываясь на статистике, мы можем подняться еще на 200 процентов с этой зоны и увидеть пик где-то на 150 тысяч долларов и потом вернуться туда же, где мы сейчас уже в качестве дна медвежьего рынка. Вот такой вот бычий прогноз. Но естественно, ребята, шки, все может развернуться, абсолютно быть иначе. Поэтому обязательно рассчитывайте риски, не берите большие плечи. Если берете большие плечи, то только на, не знаю, десятую часть от банка или на пятую. Все остальное скидывайте на холодные кошельки. Понимаю, что многих ликвиднуло сейчас. У меня самого дикие просадки, близко к ликвидации, но я выруливаю, жду небольшой отскок по, кто торгует в кросс-марджине, рекомендую прямо сейчас не продавать все и ждать небольшой отскок и потом продавать. Вот он, собственно, уже начинается этот отскок. Потом продавать хотя бы частичные убытки и дальше. На самом деле рекомендую частично зафиксить убытки, кто в лонгах, потому что вот, например, я зафиксил убытки на полы, не вывел оттуда себе на Binance, чтобы не смыло. И начал заново. И вы можете, начав заново, на самом деле вот я сейчас лонгую трончик. Уже плюс 1000 долларов была только что, когда я начал это записывать. То есть вы можете на самом деле гораздо быстрее отбить свои потери с наименьшим риском, потому что если вы сейчас начнете заново, пускай даже на половину депозита, у вас будет low risk, понимаете, низкий риск. И вы сможете видеть не минуса, которые постепенно исчезают, да, как вот сейчас у меня здесь, а вы будете видеть сразу плюсы, и вам психологически будет легче. И опять же, вы будете видеть низкий риск на своем счете. Поэтому смотрите тут сами, как считаете нужным. По большому счету-то пофигу. Вы что с половиной депозита сейчас будете заново разгонять? Что вот тот восстанавливать? По большому счету результат один и тот же, просто вы будете видеть либо зеленый, либо красный. Это вопрос психологии. А так что? Fear and Greed Index внизу, экстремальный страх. Мы знаем с вами, что исторически это может валяться еще долго, как я вас предупреждал, на страхе. Но в целом это приведет к очень сильному отскоку. Поэтому, ребят, давайте взглянем Dash. И по поводу альтов, по поводу монет. Ребята, давайте взглянем Dash и взглянем Sandbox. И я покажу вам очень важную вещь. Я только что вот одному парню, который недавно в крипте объяснял, он говорит, что купить, что купить, такие скидки. Я говорю, конечно же биток. И советую ему монеты, которые на дне. Например, Dash и Litecoin. Просто осознайте тот факт. Я сейчас знаю, что очень много хейтеров у меня в комментариях пишут, что там все, Гринни загнал всех опять там, всех ликвиднул, там тра-та-так. Много хейта, и я даже не обращаю тут внимания, ребят. Я просто обращаю внимание на другое, что Dash сейчас находится в канале накопления. Посмотрите. Dash накапливается уже больше трех лет. Не для того, чтобы, ребята, остаться здесь или упасть. Это, скажем так, менее вероятный сценарий. А для того, чтобы сделать новый рывок в новый цикл, понимаете, и улететь в космос. И мой план, ребята, мой хедж-план это шортить перекупленную альту. Шортить перекупленную альту, потому что, смотрите, вот перед вами график Sandbox, например. Давайте проведем его аналогию с Dash. Смотрите. Sandbox в начале своего развития, как и Dash был в 16-17 годах. Может быть, конечно, такое, что Sandbox сейчас где-то вот здесь. Да, то есть еще не на самом своем пике. И что он еще сделает вот такую шпильку и потом только пойдет вниз. Но я говорю вам о другом, что на балансе вероятностей он точно в какой-то момент сильно пойдет вниз, потому что это хайп. И мы сравниваем сейчас не проекты, ребят. Понятно, что одно это решение для быстрых платежей с низкими комиссиями. Другое это вообще игра, метавселенная и так далее. Валюта, игровая валюта внутри игры. Но мы сравниваем тупо теханализ. Мы так можем с вами сравнивать хоть гречку с акциями Amazon, понимаете, хоть курс турецкой лиры с, я не знаю, там с графиком заболевания ковида. Мы тупо смотрим на теханализ и на вероятности, что не бывает так, чтобы шло только наверх и шло только вниз. Бывает так, что все идет по синусоиде и волнами. Либо оно трендится наверх волнами, либо оно трендится вниз волнами. Так вот, с точки зрения вероятности у сэндбокса обязательно будет медвежий рынок, потому что он сейчас вот выглядит примерно вот так, посмотрите. Очень похоже он выглядит, правда? Поэтому мой план игры такой, ребята. Хеджироваться аккуратно шортами перекупленных монет. Не прям сейчас прыгивать по хаям, но уже, кстати, после того, как я это сказал, вот красная свеча пошла. Я вам также и про доджкоин, бтси говорил, и про солану, и про чейнлинк еще давно. И вот оно все так и отыгрывает. А вот такие монеты, ребята, которые валяются на днище, естественно все еще подбирать. Ребят, ну какой смысл, если мы с вами подбирали ее и по 200, понимаете, и кто-то даже и по 300, по 400, я все еще считаю, что это хорошие цены. Потому что мы обязательно перепишем это сопротивление. То какой смысл ее продавать по 120, чуваки, сейчас дэш. Если у вас была ликвидация 150 позавчера, а сейчас вы по 128 не хотите покупать, ну это просто, я не знаю. Кем надо быть? Понимаете, чтобы так давать себе эмоциям забрать верх над разовым и завладеть вашим сознанием. Тупо холодная голова, тупо холодный расчет, ребята. Все будет нормально с вашими альтами. На споте вообще держите и не парьтесь. Вон, смотрите, шартов больше опять снова. Сейчас будем отстреливать. Я лангую отскок, буду добирать сейчас. Буду усреднять, буду частично крыть потери, заново начинать. Но это то, чем мы занимаемся, ребята. Если мы торгуем криптой, мы работаем с вероятностями, еще раз вам говорю. И вероятности здесь вот такие. Вот, поэтому, ну что, еще хочется пожелать. Чтобы ваша прибыль была всегда больше, чем убытки. Как бы мои сейчас убытки тоже очень большие. Но это, скажем так, меньшая часть прибыли. Поэтому все под контроллером, как говорится. Желаю вам, чтобы у вас было так же. У вас всегда будут убыточные сделки. Не бывает так, чтобы торговали только в плюс. Даже если вы и шартите, и лангуете, и вы такой гуру по сигналам, по всяким, по своим, по индикаторам. Но не бывает. Вот покажите мне хоть одного трейдера, который никогда не торгует минус. Такого просто не бывает. Поэтому вы всегда должны быть готовы к просадочным сделкам, просадочным дням, неделям. Красным неделям календаря, давайте так. Вот, красным дням календаря. И не терять позитивный настрой, самое главное. Знаете, как сложно не терять позитивный настрой в такие моменты. С другой стороны, подумайте по-другому. Подумайте о том, что это скидки, которых вы так ждали. Вы все говорили, эх, когда биток был по 70, купить бы его сейчас по 60, а то и по 50, а то и по 40. Вообще я бы накупил полные штаны. И где вы сейчас покупаете? Понятно, что многих ликвиднуло. Так будьте умней в следующий раз. Вы что думаете? Мы все через это проходили. Меня ликвидировало вообще полностью в 2018 году. И пришлось заново все начинать. Ну что, в следующий раз будьте умней. Вот, смотрите, сетка GMA Ribbon все еще удерживается как поддержка недельная. Вот ее нижняя граница. То есть сейчас надо агрессивно покупать на страхе. Поэтому, ребят, еще раз всем терпения, выдержки, профитролей. Держимся вместе. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь к нам в телегу. Сейчас, как все начнет отскакивать, будем проводить розыгрыши, раскидывать дэш через бота, как обычно. Еще какие-нибудь розыгрыши сделаем. Так что не теряйте надежды, не теряйте духа. Даже сотку баксов сейчас, понимаете, вы вложите. Можно сотку баксов в 10 раз удвоить. Получится 100 тысяч баксов. Сами посчитайте. Точнее, 102 тысячи 400 долларов. Так что рынок всегда дает возможность заработать, ребята. Особенно, если не жадничать и делать все по уму. Вот. Ну, а рынок реально все еще бычий. Рынок все еще бычий, ребята, технически. Он станет медвежьим только, когда мы пробьем 29 тысяч, если мы пробьем. И то это будет тогда голова, это будет плечо. И по логике тогда будет еще третье плечо. Но я в это не верю, ребята. Я верю в то, что это все станет вот такой прямой линией. И, как я вам сказал, мы найдем пик где-то в районе 150 штук. И потом вернемся плюс-минус туда, где мы сейчас. Потому что, напоминаю вам, что фундаментал у нас абсолютно бычий. И единственная причина, по которой такой слив может быть, я вижу, это что киты просто хотят купить подешевле биткоин. Майкл Сейлор, я не знаю кто там, Илон Маск, Сатоши Накамото, биржевые киты. Просто хотят тупо закупиться у нас, у тех, кто им сейчас продаст на панике. Ну, как бы вы скажете, вот у нас мега-медвежий дивер на весь экран у Грини, который он как бы не замечает. Но я вам хочу сказать, о чем нам такой медвежий дивер говорит. О том, что скоро, в течение года, грубо говоря, начнется медвежий рынок. Посмотрите, у нас таких медвежьих диверов было здесь куча. До того, как начался реальный медвежий рынок. И после этого мы сходили еще наверх и вернулись туда же, где мы и были. Собственно, о чем я вам и говорил до этого. Так что, ребята, все, план остается прежним. Вытряхиваем слабые руки, летим на Stock to Flow, возвращаемся туда, где мы сейчас. Докупаем Dash Litecoin, весь этот мусор, который говорят в чатах, что это мусор, в кавычках. И продаем всякую шляпу, потихонечку продаем. Ставим ведра на шорт, по всякому сэндбоксу и прочему там гораздо выше, чем сейчас. Ваш Грини, Crypto Commons, всем профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok